Ребят, всем привет! Мы с вами находимся в нашей любимой Голландии. Все так же мы гуляем по нашим улицам голландским. Сегодня у меня есть одна такая задумка, небольшая. Я хочу сегодня съездить вместе с вами на речку, где есть такой пешеходный мост большой, то есть мост не для автомобилей, не железнодорожный, а именно пешеходный. Там ничто и никто, кроме пешеходов, не может ни проехать, ни пройтись. И хочу вам показать вид с этого моста и чуть-чуть подальше пройтись на такие домики на реке, которые плавучие дома, жилые все они, там живут люди, но это плавучие дома. И вот такая у меня сегодня цель, вот такое желание у меня сегодня прокатиться вместе с вами именно туда, плавучим домам. То есть сейчас мы находимся в путешествии. Еще у меня из-за маршрута нашего путешествия еще несколько будет дел, нужно будет сделать. Это смотрите, я там заеду, сниму опять денежек немножко. И плюс я еще заеду, куплю железнодорожный билет. Не знаю, на видео это попадет или нет. Думаю, что навряд ли, но может быть какой-то небольшой момент и попадет. Сейчас что я вам хочу сказать. Наше путешествие продолжается, точнее начинается. Погода на улице сегодня плюс где-то 16-17 градусов. Немножко там такое небо серенькое. Тучи не темные, белого цвета. То есть дождя нету, но немножко облачность, конечно, присутствует. Везде все цветет, все беленькое, все красивенькое. Число сегодня у нас 13 апреля 2018 года. Мы с вами начинаем нашу поездку. Я сейчас просто беру камеру, как обычно, и немножко прокачу вас по улицам. А вы вместе со мной посмотрите. Давайте, ребята. Хочу попробовать все очень медленно и очень красиво для вас сделать. Чтобы вы на больше всего обращали внимание, что нас окружает. Ну, только взял камеру. И вот, видите, тут, скажем, не совсем стандартные женщины и маленькая девочка. Ну, мы начинаем наше путешествие. Сейчас мы с вами просто немножко прокатимся по Голландии в сторону реки. Я не буду вас до самого того места назначения катить. Ну, как бы доезжать мы не будем от этой точки до конца, потому что это все-таки далековато. Но по улицам Голландии мы сейчас с вами немножко прокатимся. Это ведь тоже очень приятно и очень интересно. Пежо машина проезжает. Семь машин здесь малолитражки. Ну, не все, но очень многие. То есть не хвалятся они именно крутыми машинами. А экономят бензин. Или электромобиль у кого-то есть, как в предыдущих роликах у меня уже было. Нет задачи здесь у них перед кем-то очень сильно хвалиться. Все живут примерно одинаковые. То есть здесь полный социализм. Прям супер бедных и супер богатых я не замечал. Обычно такие, ну, 90% все нормально живут. Средний класс, так скажем. Вы видите, меня рукой машет. Ребята вон сидят. Ну, молодцы, что. Вот иногда попадается класс вообще. Так, проезжаем по этим улочкам. Смотрим на домики. На наши красивенькие. Так, мы едем по самой короткой дороге. А я же хотел проехать немножко по другой. Ну, ладно, поехали по ней. Быстрее доеду. Да и вас прокачу немножко. Вот так это выглядит все у нас. Ну, обычная голландская жизнь. Время уже обед. Часа два или полтретьего, наверное, дня. Так что я сегодня немножко запоздал. Хотел пораньше. Там на работе меня немножко отвлекли. Идею мне одну подкинули. Мы там что-то там пытались сделать. Но это пока не получилось. Ладно. Гляньте, какое дерево. Уже опаяли все листики. Ну, красивейшее дерево. Белого цвета. Такие листочки крупные. Давайте еще раз повнимательнее рассмотрим голландские дома. Потому что кому-то это может пригодиться реально. Я сам вот, если строить, скажем, свой дом, то можно подчеркнуть офигенные идеи отсюда. Во-первых, три этажа. Нет антенн. Нет газовых труб. Окна первого этажа. Ну, вообще, окна большие у новых домов, тем более. Но старых тоже. Хотя первые этажи. На крышах домов все чердачные помещения, это жилые помещения. То есть, это этажи, спальные комнаты. Не просто так чердак, огромное пространство, он как бы пустует и все. Нет, все продумано. Первый этаж, это гостиная комната. Давай сейчас вот сюда заверну. Я помню, тут классный тоже домик, такие цветные. Давно проезжал когда-то. Сейчас хочу вам показать. Я забыл, кстати, вот они уже начинаются. Вот смотрите, желтенькие, синенькие. Они типовые дома все-таки, но расцветочка очень красивая. Прям хочется мне, чтобы посмотрели и увидели. Даже вот элементарный такой дом, если взять вот, вот он, допустим, кирпичный, сложный. Ну, вот балкончики сделали, двери раскрасили непонятно. Разноцветные. Уже как-то смотрится все это интересно. А вот смотрите, дома с дверями со второго этажа, но двери без балконов. Можно было сделать какой-нибудь балкончик? Нет. Просто поставили дверку, чтобы вот так люди выходили. Так, а вот куда-то я заехал уже. Куда-то, куда-то, куда я и где я уже не проеду. Тогда мы едем дальше, ищем отсюда выход. Вот еще такие же домики, но с дверями, с такими, с расцветкой. Стоп, 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 так, с... Ну да, вот там, туда, куда они поедем, да? Давай туда. Найдем дорогу. Кусты, смотрите, вот такие плотные листочки. Они, кстати, все зимы стояли вот здесь. Вот эти растения, они постоянно. Вот какие-то простые дома. Двери с круглыми глазками. Такие были победнее домики уже. Но здесь на втором этаже вроде ничего нет, я так понимаю. Просто крыши. Вот такие же домики еще. Так, нам отсюда надо выбираться. Ну, мы выберемся, все нормально. Мы не ошибемся. Хотя я здесь еду первый раз. А может, не первый? Да нет, не первый раз, все нормально. Сейчас мы выйдем. Так-с. Сейчас мы с вами повернем налево. Налево, налево. Блин, у меня такое впечатление, что колесо что-ли подспущенное. Сейчас приторможу. Сейчас, подождите. Да не, вроде накачан. Ну, как-то оно так немножко... Ну, ладно, все нормально. Так, едем дальше, дальше, дальше. Смотрим по сторонам. Блин, ну, надо попробовать на нее. Так, что у нас здесь? Ну, это уже вообще попроще домики. Как вы сами видите. Здесь более современные вот открытые балкончики. Люди ходят. Так-с. Сейчас мы завернем налево. Налево или прямо. Давайте прямо проедем. Давайте прямо проскочим. Потом я посмотрю колесо. Что-то мне не очень нравится заднее. Ну, вот здесь тоже самое. Можно все увидеть. Стандартные, типовые такие домики у нас. Двухэтажные. Ну, здесь вот на крышке ничего нет. А вот здесь вот есть, справа окошки вот стоят. Там сделали комнатку. Ну, не в 100% здания делают третий этаж. Ну, во многих, где есть возможность или там желание, обычно чердак используется по третий этаж. Детская площадка небольшая. Там впереди вот железнодорожная станция и, кстати, железнодорожный вокзал. В принципе, мы уже к нему подъехали только с обратной стороны. Вот такие площадки детские. Видите, какие аттракциончики. Качельки. Отличаются от наших. И очень сильные. Видите, как качельки изогнутые. Стульчик какой-то, велосипед. Вон, качельки для троих. Лесенки. Вот так все это выглядит. Так, ну, мы с вами сейчас... Сейчас, одну секундочку, а? Давайте колесо проверим. Что какое-то у меня подозрение, блин. Да не, вроде накачено. Вроде накачено. Так, сейчас завернем налево. Посмотрим вот на эти домики. Справа от меня железная дорога, поэтому кусты ничего интересного. То есть, вот если подняться по этим ступенькам справа, там железнодорожное полотно. А здесь вот домики. Мы лучше налево переведем взгляд и чуть-чуть посмотрим. Так. О, какая красивая улица. Дай-ка сюда, здесь проеду. Как цветет все. Прям мне нравится. Белым цветом все так. Давай здесь прокатимся немножко. Смотрите, да? Красота какая. Уже прям супер улица. И видите, какие? Прямо белый цвет окон мне нравятся. Пусть кирпич черный, как в Германии, но там и окна какие-то такие не светлые. А здесь прям все такое светленькое, освежающее, шикарно. Ой, елочка какая. Вот что это за растение? Это не елка, не пихта. Какая-то классная такая не ель. Ее вот там нет иголочки, такие мягкие они. Ну, очень красиво. Проезжаем здесь. Джипы такие стоят. Иногда попадаются, кстати, часто. Часто мне стали вот такие джипы попадаться. Любители здесь тоже погонять, типа внедорожники какие-то. Так, ну ладно, мы сейчас уже почти выезжаем. Смотрите, я сейчас, секунду, камеру на себя переведу. Секундочку. Сейчас я сделаю это медленно в этот раз. Чтобы без дерганий. Хочу научиться камере пользоваться максимально медленно, чтобы можно было посмотреть. Все, ребят. Я сейчас поеду по прямому направлению. Еще ехать долго. Сзади меня будут такие же примерно улицы и дома. Просто-напросто ждем следующего включения, следующего ролика. И это будет интересное место. Плавающие дома. Ну, вот как в Голландии, как в Амстердаме, вот в центре Голландии. То есть плавающие жилые дома. Оттуда мы поснимаем новые видосики. Будет интересно. Сейчас я вам всем говорю до свидания, ребята. Смотрим видосики и поехали. Пока.